Раджвара, ребята, сумасшедшая жара, сумасшедший хит. Люди покупают, люди продают. Огромный, огромный, огромный маркет. И вот посреди всего этого находится Раджвара. Вот это вот знаменитое место, где раньше жил Раджа. И ты попадаешь просто в прохладное, удивительное прохладное место, в котором можно посидеть и отдохнуть посреди сумасшедшего дня. Слева от нас находится такое, видите, место, дерево. И шиволингам посвящены, конечно, шиве. А здесь вот можно разбуться, попить воды. Давайте, что мы с вами и сделаем. Пойдемте попробуем воду. Вот хочу вам сказать, что вот эта вот техника держания воды вот в таких глиняных горшках, ей уже много, наверное, тысяч лет в Индии. Причем, чем древнее вот такой вот горшок, тем он считается круче. И вода в нем тем вкуснее, чем этот горшок древнее, ребята. Давайте мы наберем воды из такого глиняного горшка. Даже в самую большую жару, в самую сильную жару, вода в таком горшке, она всегда холодная и обладает очень удивительным таким вкусом. Пить нужно, не дотрагиваясь вот сюда, с кончика мерта, потому что это общая чашка. Очень мягкая вода. Мягкая-мягкая, прохладная вода. Очень вкусно. Люди пьют, не дотрагиваясь губами до чашки, чтобы слюна не попала в общую чашку. Вот, ребята, и вот смотрите, посреди жаркого совершенно помещения мы с вами попадаем в такое изумительное место, место, где раньше когда-то жил Раджа. И вообще все индийские Раджи, они жили, ребята, не в пример русским царям, а уж тем более не в пример различным русским олигархам. Жили они довольно неприметно, вот в таких вот простых хоромах, вот, где, если обладали комнатой, то небольшой, где-нибудь вон там, на втором этаже своего апартмента. Вот, да, главная чистота, красота, зелень, спокойствие, вот, и прохлада. Вот, что самое главное для таких вот мест. Вот, ну а для любого человека, который сюда зашел, просто радость, ребята, потому что здесь действительно прохладно, и здесь можно просто очень хорошо полежать, отдохнуть. Ну и заодно полюбоваться различными скульптурами, или почитать различные новости, вот, или различные всякие интересные истории про это место. К сожалению, все здесь на хинде, поэтому мы не сможем его прочитать. Вот, но вот, пожалуйста, мы видим место, где мы совсем недавно с вами были. Помните, это Махешвар, да, видите, вот эти ступени, где мы с вами находились, вот этот вот храм, куда мы с вами по-хулигански забрались на второй этаж, вот сюда, между прочим, отсюда я убрал, забрал две лампы. Вот, одну из них я заберу себе домой, конечно. Вот, этот вот тоже второй храм. А потом, вы помните, зашли вот сюда, вот на самый верх, где нельзя было находиться. В общем, и нас оттуда прогнали поганой метлой. Вот, ребята, последняя из королев. Вот она, королева последняя, Индора, которая, наверное, до сих пор где-то ее родственники проживают, может быть, на территории Индии, или на территории, может быть, Англии, или где-то. Вот, она по-прежнему является землевладельцей Индора. Потому что в Индии, вы знаете, не было национализации земли, и все раджи, все те, кто обладал землей, они так и продолжают этой землей обладать. Вот, и поэтому, как бы, они являются самыми, одними из богатых людей в Индии. Смотри, какой огромный просто шиволинга. О, где он? О, где он? Да, и вот, смотри, какой храм впереди. Ух ты. Пустой. Здесь должен гореть огонь, конечно. О, вообще. Судя по всему, это храм Шива, ребят. Учитывая, что здесь стоит Нанди. А, здесь вот жила эта бабушка. Вот здесь, ребята, в этом помещении и жила Раджа. Смотрите, как она жила себе, смокаю. Лач Малхар. Вот здесь вот жила эта женщина. А вот ее, как она жила здесь, гляньте. Вокруг каменная стена, бассейн. Там я не знаю, что, потом посмотрим, потому что я не могу из-за решетки выглянуть. Да. А здесь, наверное, смотрите, сколько много-много Шива Линга нам, Шива Линга, а там рисунок какого-то Раджи, который везет дочку вместе с тобой. И висит, видите, такая большая-большая длинная труба, джиглиду такая, которую в Индии тоже дудят, такая джиглиду. Скорее всего, наверное, это отец вот этой вот нашей Раджи. Вот она здесь жила. Давайте скажем всего хорошего. Поклонимся. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь есть. Да, очень прикольное место, если ты устал, конечно, я думаю, что вообще здесь прийти сюда и отдохнуть вместе с детьми после этого сумасшедшего маркета самое то. Да, ладно, ребят, ну давайте, пора идти перчу, всего хорошего. Ну или хотят, подожди, давайте пройдем, посмотрим на вот эти удивительные скульптуры, которые мы видим целыми, потому что вот сколько вы со мной путешествуете, да, мы очень редко встречаем вот такие скульптуры, неразбитые. Потому что в основном, когда мы путешествуем, мы обязательно их встречаем, но они уже все разбитые совершенно, да. А вот гляньте, они совершенно целые, из какой красотой они сделаны. Ну и посмотрите, на лица, разве это индийские лица, они напоминают вообще какие-то камбоджитские, наверное. Все, ребят, ну мы отдохнули чуть-чуть, пора в путь-дорогу, давайте, пока.